Хоть по болотам, хоть по лесам, для машины Анатолия Гусева нет преград. Анатолий по профессии водитель железного зверя собрал сам, используя корпус от старого Луаза и небольшой подъемник. Сейчас проводит испытания на прочность. У предыдущего вездехода подвела трансмиссия. Этот внедорожник у Анатолия уже третий. По словам мастера, он наиболее удачный. Минус только в отсутствии автоматической коробки передач. Управлять такой махиной может лишь сам создатель. Вместо гусеницы три пары колес. Самоход сделан по принципу танка. Скорость небольшая, максимум 50 км в час. Зато проходимость и маневренность на высоте. Передние и задние колеса зеркальны. Радиус поворота сократился в два раза. Этот внедорожник на все случаи жизни не боится даже наводнения. Сзади расположены два винта. Теоретически будет плавать. Пока еще не пробовал. Очень маневренная. Радиус разворота 4,5 метра. Отдает возможность ездить в тайге. Имя для своего детища Анатолий выбирал долго. Из трех вариантов. Бабр, пионер и одиссей. Выбрал последнее. Как корабль назовешь, так и поплывет. Одиссей. Где бы он ни попадал, в какие бы ситуации, он всегда возвращался домой. Поэтому, а так как еще и машина амфибия, то есть, а одиссей плавал на корабле, поэтому тут маленький более лучший вариант. Приборная панель из дерева, каркас из железа вместо обивки пенопласт. Удобств по минимуму. Тюнинг кабины планируется, но только после всех испытаний, в том числе и на воде. Кабины недостаточно герметичны. И винты пока не подключены к двигателю. Задумка изобретателя. Шесть колес лучше, чем четыре. Борт от Луаза. Двигатели, сиденья от иномарок. Чтобы построить такой внедорожник, ушло неограниченное количество фантазии. И всего семь месяцев работы. Сделать машину своими руками не только интересно, но и выгодно, говорит изобретатель. По оценке экспертов, подобный внедорожник обойдется в полтора миллиона рублей. У Анатолия все затраты на запчасти уложились в 500 тысяч рублей. Но до совершенства еще далеко. Всего час на полигоне, и сел аккумулятор. На помощь пришел друг. Говорит, поломки – дело редкое. Сам все делает. Сам выезжает, вылезает из грязи. Но грязь всегда ищет. Это точно. Вес вездехода – три тонны. И мотор для такого гиганта слабоват, сетует Анатолий. Двигатель, коробка, автомат, герметичность. Чтобы полностью завершить амфибию, понадобится еще 100 тысяч рублей. И тогда Одиссей наконец-то отправится в плавание. Екатерина Семеусова, Александр Мокин. Новости сейчас.